Знакомьтесь, это Михалыч, самый настоящий Михалыч и самый настоящий ангел-хранитель по профессии. Умеет пролетать сквозь стены, между прочим. Приветствую, дорогие друзья, с вами снова Герон, более известный как Александр, и вы смотрите канал Геронкрафта. И сегодня у нас очередная часть обзора версии Майнкрафта 1.11. Больше никаких багофиксов, потому что мы с вами отправимся в новый данж, посмотрим на кучу новых мобов, блоков и зачарований. Но, как говорится, дорогой друг, ставь большой пальчик вверх под этим видео, потому что в прошлый раз вы собрали как-то маловато лайков и остались без поевода Майнкона, который я мог бы запилить. Так что, ребят, не ленимся, и вас ждут очень крутые эксклюзивы, так что не ленимся, дорогие друзья. Не забывайте, поскольку они довольно не согласны, могут поставить свой царский дизлайк, неважно, главное, чтобы ты проявил свою позицию, что тебе надо то, что мы делаем. Классно. Ну что, поехали. Итак, у нас появились новые, очень крутые зачарования, как же это сказать, проклятые зачарования или зачарования проклятия. Но, бывают эти зачарования двух типов, одно из них так называемое ванишин. Короче, проклятие исчезновения. Выглядит это следующим образом. Надеваете вы, например, зачарование это проклятое, может быть на оружие, на щитах и на некоторых видах брони. То есть, не на всех предметах можно зачаровывать. То есть, топоры зачаровать на курсе оф ванишинг у вас, по-моему, не получится, насколько я понял. Но, тем не менее. Итак, у меня есть проклятая шапка с проклятием на исчезновение. Надеваем на голову. Теперь, мне курсе оф ванишинг. И нажимаем кнопочку. И с чистой совестью каким-нибудь образом умираем, неважно каким. И бум, я теряю все свои вещи, собираю все свои вещи обратно, но, как мне трудно догадаться, шлем пропадает нафиг. Так работает проклятие исчезновения. Слушайте, как классно это звучит. Есть второе зачарование, так называемое проклятие оффбиндинг. Короче, проклятие привязанности. Я не знаю, почему это так плохо звучит. Но смысл в том, что шапка ни при каких обстоятельствах у вас при смерти не пропадет. То есть, я сейчас с чистой совестью умру. Смотрите внимательно за руками. Да? Убиваем еще раз. Может было себя убить каким-нибудь другим способом, но мне было как-то лениво. И, о чудо! Стоп, а почему у меня шапка-то выпала? Что за бред? Вот эта шапка оффбиндинг, она у меня должна была при смерти остаться на мне. Потому что она привязывается к владельцу и с концами. Но не в нашем случае. Может быть, не нужно было командой умирать? Нужно было как-то по-другому умереть? Ладно, сейчас давайте, знаете, что здесь делаем? Отлетим подальше куда-нибудь. Полетим повыше. Закажем гейммод 1. Да, ребята, это обещанные ламы. Наконец-то они появились. Уи! И бум! И почему-то это не работает. Ну, видимо, это баг. Видимо, это не доделали. Когда у нас выйдет Minecraft 1.11, все будет работать правильно. Я даже расскажу, где эти зачарования добыть. Но пока что, как видите, курсы оффбиндинг не работают. Равно как меч тоже забиндить не получится, да? Ладно. Я вам это припомню. Дальше. У нас появился новый редстоунный блок, взятый из, конечно же, телефонной версии. Но это уже стало в последних версиях Майнкрафта модным. Брать все из Pocket Edition. Как он крафтится? Внимательно следите за руками и запоминайте новый рецепт. Ставим сюда. Два блока редстоуна вот сюда. И блок кусочек кварца сюда. Называется эта штука Observer. Она отвечает за то, что она реагирует тестационным сигналом на то, как обновляются блоки вокруг нее. Как это работает и для чего это нужно. Например, у вас есть... Вы хотите автоматизировать плантацию, как она называется, тыкв. Выращивается тыква. Тыква появляется рядом с Observer. Нам нужно подождать, пока она появится. Секунду. Давайте какую-нибудь более удобную позу займем под это дело. И придется ждать, пока она вырастет, судя по всему. Ждем. Значит, не будем ждать, ребят. Делаем проще. Как только здесь обновляется блок, например, появляется блок перед этим Observer, он дает редстоунный сигнал, который можно подать куда угодно. Например, здесь можно будет снизу поделать поршни. И эти поршни будут автоматически ломать созревшую тыкву, ну и так далее. То есть, это более глубокая автоматизация всего и вся, что только можно придумать. Клево, классно, интересно. Теперь у нас есть очередное обновление, которое касается работы новых порталов. И это чрезвычайно интересная штука. Как вы знаете, после убийства дракона появляются маленькие из портала. Если в них бросить Ender Pearl, вот он. Видите, вот этот маленький Ender портал. Вы попадете в ближайший Ender город. Ну а самое интересное будет то, что там появились в Ender городах новые маленькие порталы. Итак, мы находимся в самом обыкновенном Ender городе. И здесь тоже есть порталы. И теперь эти порталы будут вас портовать на основной остров. Там, где есть находятся вот эти столбы. И всякая такая... И там, где должен летать дракон. Видите, меня портанул туда, где я избоспавнился в первый раз. Очень классная система. То есть они теперь работают в обоих направлениях. Круто? Классно, интересно. Теперь у нас появилось что-то наподобие рюкзаков. Работает это безобразие следующим образом. Итак, смотрите внимательно за руками. Нам нужно много шалкеров. И специальные зачарования, которые позволят мне их убивать одним несчастным кликом. Да мне лень махать мечом. Ну что теперь делать? Из них теперь выпадают вот такие кусочки. Называется кусочек раквины вот этого шалкера. Бум-бум-бум. Дальше. Из них можно себе закрафтить следующим образом штуку. Ставим по середине сундук. И вот сюда эти самые раквины. И получается специальный шалкер-бокс. Выглядит как шалкер. Это прикольно, клево, классно, интересно. И давайте сделаем себе таймсет 0. Потому что хочется, чтобы вам все было хорошо и видно. Дальше мы выходим, конечно же, в режим выживания. Куда же без этого. И с чистой совестью. Так, слышь. Так, секунду. Который работает следующим образом. Ставим его куда-нибудь. Кладируем сюда какой-нибудь мусор. Вот так вот. Давайте по всем слотам. И с чистой совестью. Если мы его теперь сломаем чем-нибудь. Давайте мы возьмем топор. Войдем снова в режим креатива. Возьмем себе топорчик какой-нибудь. Алмазный. Потому что руками ломать. Я боюсь, что сломать не удастся. И ждем пока он сломается. Он должен сломаться совсем вместе. Со всем содержимым. По сути это что-то вроде обыкновенной рюкзака. И где? Куда он попал у меня в инвентаре? Видите? И здесь даже отображается. Что у нас там лежит. Незер, Поквальдс, Редстоун, Эмиральда. Бла-бла-бла. Все как полагается. Самое забавное, что их можно красить. Я не знаю каким образом. Но факт есть факт. Если мы откроем с вами креативную менюшку. Я кстати попробовал разные варианты. То вы увидите, что шалкер-боксы могут быть разных цветов. Возможно они просто не сделаны. Мы сделали еще, как его называют, рецепты, ребят. Вот что возможно. Вот такое, такое и так далее. Я пробовал и правой кнопкой мышки клацать на них. Ничего не помогает. Ничего не помогает. Не красится. Вот. Так что это довольно прикольная вещь. И самое главное, что выглядит как шалкер. Звуки как от сундука. Теперь у нас появились новые карты. Для этого нам понадобится немножко носатых мужиков. Не этих носатых мужиков и не этих дураков. И нам понадобится вот такой чувак. Называется картограф. У него есть разные трейды. Потом мы ждем еще немножко. У него открывается очередной трейд. И вот самый интересный начинается сейчас. Видите? Action Explorer Map. Это специальная карта, которая будет указывать нам, где находится ближайший водный храм, где гвардианы шастают. Так что вот такое. Давайте купим ее и давайте я вам покажу. Но это еще не все. Здесь еще есть Wooden Land. Это новый данж, который находится в лесах. Он большой, красивый. Проходить его, наверное, нужно целый час. Это реальный данж, а не та фигня, которая обычно есть в ванильном Майнкрафте под названием данжа. Давайте мы тоже его купим. Так это выглядит. Смотрите. Синим цветом помечено, например, место, где находится Ocean. Этот, как его, Temple. Если посмотрите, внизу, справа, в углу этой карты, находится маленькая белая точка. Это герон собственной персоной. Давайте мы сейчас быстренько туда долетим. И посмотрим, насколько это эффективно работает и точно. Неужели так близко? Я все правильно? Да, написано Ocean Explorer. Я вот чувствую попой и другими частями тела, что где-то какой-то подвох. Слишком просто. Так, я не в ту сторону, походу, лечу. Мне нужно в какую-то сторону... А куда мне нужно лететь? Потому что мой ползунок залип. Я, наверное, налево попробую. Вот, наконец-то мне удалось выяснить, потому что раньше этот ползунок ходил только вокруг правого края карты и ни в какую не хотел перемещаться влево-вправо. Теперь я долетел до океана и, как видите, карта начала обновляться. И, походу, мы все-таки летим на правильное направление. Да, ребята, мне удалось все-таки добиться. Смотрите, как это работает. Если ползунок застрял в правой части, вам нужно дождаться того, когда он застрянет напротив, пускай и в правом углу карты, да, вот на этом краешке, но напротив этого синего квадратика, что я сделал. Дальше интуитивно полетел в сторону океана, и в конечном итоге карта начала обновляться, и, как видите, мы нашли водный данж. Офигеть! Чума, давайте сейчас попробуем с Woodland проделать фокус. На карте Woodland Explorer вообще никто ничего не появляется. Похоже, сейчас придется вручную интуитивно догадываться. Это, наверное, где-то Меса, да? Потом мы летим из Меса вон в ту сторону, наверное. И, наверное, где-то в ту сторону. Но, в любом случае, нам нужно в сторону леса какого-нибудь. Ну что ж, дорогие друзья, я Woodland пока не нашел, карта не работает. Этот несчастный данжик, потому что пока что непонятно, как его искать. Блин, мне... Блин, сейчас я им не просрал совершенно в пустую. Прямо-таки печаль. Ладно, ребятки, поехали. Теперь посмотрим на мобов, которые водятся в этом самом несчастном замке. Большой, простой, большой дивяный дом. Вот такие хены. И, как говорится, вся эта... Так, а вот эта ведьма, она просто тут заспавнилась, потому что ей было скучно дома сидеть. Она пришла на съемки. Давай, давай. Старая кошелка. А почему я ее не могу бить? О, какой интересный баг. То есть теперь, если ты стоишь в высокой траве, то ты убить мобы не можешь. Как забавно. Маджанги. Ну, хватит уже смешить народ. Так. О, я придумал. Давайте мы сейчас включим день. Посмотрим, будут ли эти чудики гореть на солнце. Что-то как-то не очень. Как-то не очень, ребят. Теперь проверяем, что они себе в бою представляют. Быстро бегают. Бьют довольно сильно. Выпадает изумруды. Офигеть, может. Что, серьезные изумруды? Фигаси. Должен я вам доложить. А, это, знаете, это типа дворецкий из этого. Потому что в этом же месте живут эти кто угодно, но только они... Ну, в общем, вы поняли. Ладно. Теперь смотрим на Уолкера. Это разновидность этого. Как его называют? А, мамочка! Вексы. Вексы. Давай, убивай. Вексы это самое противное, что здесь есть. Еще один новый моб. Давайте посмотрим. Давайте его добьем. Блин, а что они все так быстро бегают? Вы видели? То есть нужно что-то на ускорение покупать зелье. Потому что, ну, очень тяжело будет иначе. Это настоящие призраки. Они могут проходить сквозь блоки. Вот так вот. Вот так вот. Да. Да, привет, ангел-хранитель. Только, к сожалению, ты не мой ангел-хранитель. Ладно, давайте сейчас по фасту сделаем вот что. Себе дадим хорошее зачарование на мгновенное убийство этой живности. Посмотрим, что из них выпадает интересного. Коль скоро пошла такая пьянка. Слушай, классно. Особенно мне вот эти рожи понравились. Выпадает из них, соответственно, тотем оф андаинг. Это одна из самых полезных вещей в этой игре. Я вам сейчас покажу, как работают. И они спаунят огромное количество вексов. Окей. Это еще не конец. У нас еще ламы остались. С этих штук я подозреваю, что ничего не выпадает интересного. Потому что, ну, а что выпадать с духов должно? Нифига из них не выпадает. Похоже. Да, я был все-таки прав. Абсолютно. Теперь давайте попробуем. Они меня убьют немножечко. Ну, такое. То есть, в принципе, они берут не столько количеством, сколько не качеством, а количеством. Потому что, как видите, они мелкие, бьют не особо сильно. Учитывая, что я вообще голый, кроме алмазной шапки. Берут тем, что они могут летать сквозь стены. Это реально паршиво. Еще один векс. И умирают они от одного удара, от разочарованного алмазного меча. Окей. Из них ничего не выпадает. Как работают ламы? В принципе, это самый настоящий ходячий сундук. Более того, они еще прекрасно умеют атаковать. Я вам сейчас буду показывать, как это работает. Дальше. Ламы бывают разных цветов. Серые, белые, бла-бла-бла. Проручаются они точно так же, как и обычные лошади. Настолько оговоркой, что вместо седла на них нужно непосредственно надевать керпет. Как его называют? Ковер. Ковры. И ковер выглядит вот так вот. Давайте на него посмотрим. А если мы надеем сейчас другой керпет? Типа, вы знаете какой? Давайте сделаем вот так вот. Например, фиолетовый. Это хоть симпатично будет выглядеть? Или будет выглядеть как полное говно? Ну, такое. И похоже, узор тут вообще не меняется. Ну-ка. Да, узор один и тот же, просто меняется расцветкой некоторых сторон. Дальше самое интересное. Будьте осторожны, когда будете заводить собак. Потому что я вам сейчас покажу очень интересный фокус. Смотри внимательно за руками. Тут собака бегает. Она меня хочет укусить. Видите, собака. Где эпик? Где хардкор? Давайте. А-а-а. Во-во-во-во-во-во-во. Пошла жара. Наконец-то. Видите, они плюются. Так, 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 так. Во, наконец-то они сообразили. Ммм. Короче, она просто плюется. И, к сожалению, ребят, будет защищать вас только больше. Нет, дикие ламы тоже плюются. Так, одного волка они уже прогнали. Ну, и самая первая лама, которая начала, это и волка ее загрызли. То есть, ну, в общем, такое. Живое существо не очень. Все и самое интересное. Если мы будем использовать тотем офф андаинг, он полностью защищает. И если вы умрете от взрыва крипера, то вы воскреснете, и у вас восстановится немножко здоровье. Но, в принципе, в теории, если я буду умирать от чего-то другого... От падения. А да, она меня спасла. Я должен был умереть. Как видите, проигралась анимация. И у меня восстановилось немножко сердечек. Давайте сыграем в игру еще раз. Взлетим повыше. Возьмем еще один тотем, чтобы посмотреть на анимацию второй раз. Я думаю, вам это интересно. Вот это реально крутая вещь. Обалденно. Просто офигенно. Видите, у меня вверху справа находится значок регенерации второго уровня. То есть, не только высокая сила, но еще активно лечит. И, в общем, таким образом можно спастись. Но, по условии, этот тотем работает только если вы держали его в руке. И сейчас мы проверим. А то вдруг еще какой-нибудь интересный баг. Благодарю за просмотр, за подписку и лайк. С вами снова был Герон. Если вы с вами здесь впервые смены, не забывайте подписываться на этот канал, на мои социальные сети. Потому что там красивые мимчики на моей страничке ВКонтакте. Все ссылки есть в описании под видео. И не путайте, есть страница для подписчиков, а есть для дела, что называется. Вам нужна страница для подписчиков, то есть основная. Такие дела. Как видите, да, я все-таки не воскрес. Я умирал обычно с путем. Надо действительно держать только в руке. Вот, в описании под видео потыкайте по ссылочке. Там будет много всего интересного. Посмотрите еще прошлую серию. Всем пока.